Каждый человек в нашей стране имеет право на охрану своего здоровья и принимать необходимые меры для его поддержания. Кроме того, национальное меньшинство также имеет право на развитие собственной культуры и на использование собственного языка. Несмотря на все эти государства, гарантированные права гражданин Республики Молдова, являясь представителем национального меньшинства, не может ими воспользоваться из-за бездействия в отношении их прав со стороны государства. В Тараклейском районе проживают более 40 тысяч человек. Из них 65% — болгары. Государственным языком владеет только 15% всего населения. В 2009 году правительство издало постановление, согласно которому все медицинские препараты, которые поставляются на прилавки молдавских аптек, должны сопровождаться аннотациями на государственном языке. Понять, что содержит препарат для людей, которые не владеют государственным языком, невозможно. Если более молодое население еще может воспользоваться какими-то средствами, чтобы перевести инструкцию, то людям постарше приходится тяжело. Плохо, конечно. Мы этот язык не понимаем, не разбираемся в этом языке. Все медикаменты покупаем и пьем. Мы не знаем, что пьем и какие лекарства мы употребляем. Мы учились в русской школе, русский язык мы разбираемся. Русский язык как-то более разборчивый. Нам все понятно. А так? Для меня, обычно, как я пенсионерка, для меня плохо. Плохо читаю по-латынскому. Я говорю правду. Плохо как? Плохо. Плохо. Да, не разбираемся. Если на русском языке прочитали, хотя бы что лечить это лекарство. А так пьем. Некоторые поставщики лекарств прикладывают аннотации на государственном и русском языках. Однако это делают единицы, рассказывает нам фармацевт, поскольку это дополнительные затраты. А за исполнением постановления правительства строго следят государственные структуры. Целый орган государственный, который проверяет этот самый. Часто проходят такие проверки? Сейчас меньше, конечно. Сначала потому что раз в год это обязательно. И приезжает фарма-инспектр, второй раз приезжает с аккредитационной палаты. Проверяющий нам хватает почти каждый. Месяц точно приезжает кто-то. Они проверяют только то, что быть на государственном инструкции. Если, допустим, есть на русском, они тебе накажут. Но не нас, я говорю еще раз, те фирмы, которые подставляют. А если есть на молдавском, нет на русском, это нормальное явление. Нормальным это явление жители Тараклии не считают. Благо есть фармацевты, которые подскажут и могут объяснить. Если лекарства приобретены по рецепту, опасности, конечно, меньше.